Друзья, здравствуйте! Снова все пренепременно. Первый мой ролик после зимы вышел совсем недавно. Кратко я описала то, что делала, чем пользовалась. Я имею ввиду препараты для обработки профилактической от болезней, от вредителей. Сейчас я хочу немножечко подробнее сказать, потому что возникают у некоторых зрителей вопросы. Я скажу чуточку поподробнее. Смотрите, первая моя обработка была в феврале. У нас тепло, у нас юг. Обрабатывала я от болезней и вредителей. Первая обработка была медным купоросом 2% до набухания почек. И фуфанон. Фуфанон работает от вредителей по холодной погодке еще. Вторая обработка у меня была хорусом. Некоторые спрашивают, растворяется ли он. Плохо растворяется. Но мы должны помнить, что растворять препараты любые и вообще просто использовать воду для обработки растений и подкормки, если это по листу, нужно мягкой водичкой. Есть специальные препараты для того, чтобы смягчать воду. Это нужно покопаться, поискать вам, посмотреть. У меня свои, но я не буду их называть, потому что мало где они продаются. Вы можете использовать чайную ложечку лимонной кислоты на 10 литров воды. Тем самым смягчите воду, если у кого жесткая вода. Так препараты лучше работают, то есть на все 100%, потому как в жесткой воде любые препараты и удобрения теряют свои свойства на 30%, а то и 50%. А мы, конечно же, ожидаем от них результата, так как описано в интернете. Я не знаю, как советуют блогеры. Вторая, значит так, смотрите, подкормочка была такая. Сначала нитроамофоска, да, то есть в вердине не то, чтобы нитроамофоска, но нитроамофоска чаще всего используется, поэтому я ее упомянула. Но смотрите, любое растение, что мы должны дать растениям весной? Первое, это разбудить корневую систему, то есть дать толчок, чтобы корешочки проснулись, чтобы они пошли в рост, чтобы у них было питание. А только потом мы даем уже азот. Даем азот, потом даем НПК-линейку азотфосфоркалий в разных частях. И потом уже, когда листик появляется, тогда мы уже кормим по листу. Ну, я совершенно не хочу, конечно же, вас учить. У каждого своя система, своя обработка, подкормка. Просто говорю то, как делаю я. То есть, если я дала бы сначала азот под корень растениям, не важно, розы, клематисы, это овощи или озимый лук, чеснок, может быть, ягоды какие-то, клубника, малина, без разницы. Но нам сначала нужно разбудить корневую систему. Потому как, если мы даем азот, корень еще спящий, корень еще слабенький. И растение что делает? Наращивает вегетацию. Мы даем азот, и начинается вегетирование еще больше. А корень-то слабый. Ну, зачем нам ослаблять корневую систему? Поэтому сначала кормим фосфором. Чаще всего, повторюсь, это нитрамофоска. Она, по большому счету, идет формулой 16-16-16. Азот, фосфор, калий в равных частях. Вот, потом где-то через недельку, как я делаю, я даю монокалийфосфат. Вот, то есть, это такой заряд для листвы. Еще раз по корню получается. То есть, кормежка для корней. И потом уже через недельку, 10 дней, как раз начинаются дождики. И можно насыпать селитры. Не карбамид, а селитры. Калевой, кальцевой, аммиачной. Без разницы. Можно чередовать. А можно сделать так. 20-20-20, либо 18-18, либо 19-19-19. У кого что есть. 10 грамм на 10 литров воды. И плюс 10 грамм аммиачной селитры. Это вот такая вот смесь подходит на любые растения абсолютно. И мы даем, получается, поддерживаем корневую. Мы даем калий, как для листа. Мы даем фосфор для корня и для будущих бутончиков. Допустим, клубника, она зацветает рано. Смородина, ну как ягодные, да, все культуры. Они быстро закладывают цветущие почки, рано зацветают. А наши розы, вот казалось бы, смотрите, если бы мы дали азот, мы же ждем потом, все равно возвратные заморозки будут. Зачем нам давать азот? Поэтому азот даем после того, как прошли возвратные заморозки. Не надо заставлять растения выпускать и выпускать листву. Потом листва после заморозков корявая, больная. Плюс трудно угадать, каких микроэлементов не хватило. Где-то калия, где-то кальция. И начинаем тогда уже экспериментировать, да. Так вот, после третьей-четвертой обработки, пролив под корень формулу НПК с аммиачной селитрой, можно уже, дождавшись листвы какой-то, да, уже давать микроэлементы по листу. То есть пока начало вегетации, пока весна, мы в основном даем по корню корм. Корм даем по корню. Так, что касается обработок от болезни, от вредителей. Сейчас быстренько тоже, извините, сижу тут на одном месте. Тут, знаете, более зелено, так поэтому я вот здесь села. Уже вечереет. Времени у меня мало. Я с работы пришла. Вот, кстати, поджималостью тут сижу. Видите, как она уже разрослась. Вот, и хочу пробежаться по препаратам. Просто, может быть, кто-то пользуется уже своими препаратами, да, кто привык, а кто-то еще не знает, кто-то начинает. Я немножко из своих записей вам тут, может быть, напомню, может быть, наведу на какую-то мысль. Например, фунгициды, да, от болезней. Смотрите, весной я проливаю максимом те растения, которые склонны к корневой гнили, да, то есть после замокания, после дождей, после влаги, после укрытия у кого-то. Можно фундазолом в порошке пролить по корню. Можно максимом пролить от гнили по корню. Есть еще такой юниформ, юниформ препарат. Он тоже от корневых гнилей и стеблевых. Так, еще хочу рассказать. Есть препарат Цинеп. Это системный препарат. Используется на 10 литров воды. Это от 20 грамм до 35. Системный препарат, который проникает в растения. Он от парши, артракноза, пятнистости, септориоза, фитофтороза. Распадается при нагреве. То есть он подходит для прохладной погоды. Обработка по листу. И не оставляет, вернее не ослабевает во время влаги. И на свету не теряет свои свойства. Работает он от 10 дней до 2 недель. Также он помогает еще и от мучнистой росы. Для открытого грунта чаще всего его используют. Не для теплиц. Почему я еще говорю за пятнистости, за болезни, за всякие там ржавчины. То есть у кого-то осенью проявились какие-то болячки. Поэтому в первую очередь мы делаем акцент на те препараты, которые могут помочь нам побороться с теми грибками, с теми болезнями, которые были осенью. Ведь споры на растениях остались. А также на почве остались. И нам нужно немножко почистить это все, обработать. Так, дальше продолжим. И вот, кстати, цинеп препарат, он также улучшает развитие корневой системы. Его рекомендуется, конечно, чередовать с медь содержащими препаратами. Он абсолютно не фитотоксичен. Он очень хороший протравитель. Фундазоль, даже, знаете, не 20, а 35 грамм, а лучше, лучше даже применить, и в этом ничего нет страшного, 40 грамм на 10 литров воды. Вот что касается фундазола. Всем он известен, мы его применяем. Кто-то не первый год им пользуется, а некоторые еще и не знают, не пробовали, не знают, только слышали. Этот препарат прекращает развитие грибов. Лечебные свойства мы можем обрабатывать фундазолом даже летом, уже когда растение заболело. Как и для профилактики, так и для лечения. Просто не все препараты, напомню, от болезней, от грибков, от пятнистостей могут лечить. А вот фундазол именно в порошке, он на это способен. Вот. Что еще за него могу сказать? Значит, он работает, вот если по почве пролить, в течение трех суток. И как ни странно, еще и мало кто знает, что еще фундазольчик, он имеет свойство как окорицидное, то есть оказывает окорицидное действие от клеща. Но он, правда, на яйца не действует, естественно. Также он от мучнистой росы помогает, от гнили, пятнистости, это я уже говорила, правильно? Так, есть еще такой препарат Юниформ. Это системный препарат. Он тоже защищает от гнили. И внесение при посадке растений тоже можно. Можно даже для картофеля, кстати, можно использовать. И сверху сдерживает фитофтору. Работает в течение двух недель. Так, еще многие знают луну Транквилити. Она тоже лечит. Она обладает искореняющими и профилактическими свойствами. Препарат Скор тоже многим известен. Вот, это тоже системный препарат. Он оказывает длительное профилактическое действие и также лечебное. Что касается фалькона, тоже многим известно. Это мучнистая роса, да, вот если была осенью у вас, можно обработать ржавчина. Не вызывает привыкания. Так что это очень важно. Лечебное, профилактическое действие, противогрибковое. Если лечить растение, это 10 мл на 10 литров. Если профилактика, 5 мл на 10 литров. И за сезон им желательно обрабатывать не больше 4 раз. Несмотря на то, что не вызывает привыкания. Просто я из-за токсичности. И действие его от 2 до 4 недель длится. Почему я упоминаю некоторые препараты? Это препараты, которые содержат разное действующее вещество. То есть мы можем благодаря им делать чередование в обработках. Естественно препаратов море. Все их я не перечислю. Это вот то, что такие вот мои акцентики на некоторые. Потом все мы сталкивались летом с трипсами. Я что делала? Я проливала окторой. 10 грамм на 10 литров воды. Проливала почву по всем, 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 всем. По почве везде. На своих клумбах, где у меня розы. Я старалась как-то так. Это все действительно проливается после дождика, когда почва хорошо промокла. А трипсы у нас зимуют на глубине 15 сантиметров. Ну где-то так 10-15 сантиметров. Может быть 20. У кого какая плотность почвы. Потом они оттуда вылазят. Вылазить они начинают трипсы уже при 20 градусах тепла. Но мы их не видим. Они начинают пока расползаться, разлетаться, жениться, плодиться. Потом потихоньку питаются. Мы пока не видим, что они питаются. Потому что если цветочки наши не цветут. Они питаются в пазушные почечки. Они в пазухи залазят. Они залазят в листики. Поэтому я пролила окторой. И мы видим, когда трипсы. Когда уже 25 градусов тепла. Почему? Потому что уже молодняк вылез, вылупился и начинает питаться. К тому моменту у нас уже первая волна цветения началась потихонечку. И со временем они размножаются. Но мы их начинаем замечать, когда, как говорится, уже поздно. Октора работает по почве. Можно ей проливать. А также работает фуфанон. Можете фуфаноном пользоваться от вредителей при прохладной погоде. То есть уже при плюс 5 фуфанон работает. Запаслась я на этот сезон от трипса препаратом Мавента. Он бьет трипсов, щитовку, белокрылку, листобложки всякие, листовертки, жуки. То есть это все бьет Мавента. Это системный препарат. Он работает в течение 21 дня. Вот допустим, обработала я Мавента. Через 21 день тоже обрабатываю Мавента. Но между этими обработками я буду делать дважды с периодичностью где-то в 10, даже в 7 дней уже контактными препаратами от вредителей. Любыми. Главное, чтобы действующее вещество было у них разное. Запаслась я препаратом Амплига. Вот это он, то есть вот начинаются у нас всякие моли, бабочки летать. Вот они от чешуйчатокрылых, от грызущих. Вот это все помогает. Работает он тоже, то есть контролирует Амплига вредителей в течение 2-3 недель. Вот. Работает при плюс 10 и даже при плюс 30 градусах. Вот. Есть еще препарат такой Декстер. Там содержится действующее вещество лямбда цигалатрин. Это мой вообще любимый действующее вещество. Она также содержится и в эйфории, ну и в других еще препаратах встречается. Тоже это системный препарат, работает 2-4 недели. Есть еще хороший препарат Калипсо. Это сосущие и грызущие вредители. Системный препарат, который работает 30 дней. Он, кстати, не опасен для пчел. Так, дальше по трипсам, да. Просто я говорю, почему за трипсов. Некоторые пытаются запастись препаратами, либо хотя бы себе там записать, сделать какие-то выдержки в свои записные тетрадочки. Вот. Что по трипсу работает? Есть препарат такой Лазер. Лазер. Вот. У него расход 2-3 миллилитра на 10 литров воды. Это спиносат, да. Это системный препарат. Он бьет по трипсам, жесткокрылым, контактно-системный препарат, кишечный препарат. И по жуку колорадскому также, у кого вот водятся они, да. Просто это препарат, который чаще всего продается в больших объемчиках. Ну, некоторые магазины делают на разлив. Вот. Сейчас это уже стало более так распространено, чтобы делать на разлив препаратики. Вот. Так. Некоторые думают, ну, мне столько не надо. Там 50 миллилитров или 100 миллилитров. Мне столько не надо. Ну, нет. Он работает, видите, не только там на наших розах. Он работает по всем другим вредителям. Он не вызывает привыкания. Повторюсь, препарат Лазер. Вот. И можно использовать его постоянно. Он, кстати, не реагирует на жаркую погоду. Он не распадается. Он работает в жаркую погоду. Работает в течение двух недель. Вот. Также и плодожорка тоже от него погибает. Есть еще препарат Крафт. Вот. Крафт я использую 4-6 миллилитров на 10 литров воды. Он работает как по трипсу, так и по клещу. Вот. Действующее вещество у него абамектин. Оно во многих препаратах встречается. Вот. Это сосущие, грызущие вредители. Это тоже системный препарат. Он подходит тоже хорошо для винограда, у кого виноград есть. Вот. Скорость воздействия этого препарата от 30 минут до 2 часов. То есть, допустим, перед дождем, да? Вы знаете, что будет дождь, а думаете обработать или не обработать? Можно обработать. Вот. И повторно можно обработать через 4 дня. Ну, конечно, нежелательно, чтобы потом дождь пошел. Вот. Но все равно. Лучше, конечно, подстраховаться. Не дожидаться, когда пойдет дождь. Какие еще препаратики? Караген, вот многие знают, да? Это тоже другое действующее вещество. Хлорантринипрол. По-моему, так как-то. Тоже и на жуков действует. Это системный препарат. Он нерезистентный, не вызывает привыкания. Он работает тоже по прохладной погоде. Это также и кишечный, не только контактный, системный, но и кишечный. Работает от 2 до 4 недель. Есть еще такой, зверский тоже влияет, ну, как бы борется с трипсами, с слой. Это камикадзе. Может, кто-то слышал. У него расход препарат камикадзе 10-15 мл на 10 л воды. Действующее вещество примофосметил. Это редкое действующее вещество, где встречается. Поэтому, если у кого-то есть возможность достать камикадзе, тоже можете его использовать. Многие слышали про препарат Веримарк. Веримарк – это аналог, скажите мне, сейчас не вспомню, с головы вылетело. Ну, в общем, дело в том, что Веримарк также на белокрылку действует. То есть на чешучитокрылых. Вот, амплига запаслась я. Это тоже от белокрылок всяких, от листоверток. Здесь два действующих вещества. Лямтоцегалатрин и хлораотранил. Вот. Авант есть такой хороший препарат. Адмирал есть препарат от вредителей. За что я еще вам хотела напомнить. Препарат Квадрис и Тилт. Если у кого-то продается, покупайте, берите. Очень хорошие препараты. Они именно лечат. И как системные препараты. Ой, простите. Как профилактические, так и для лечения. Вот. Ну, у кого была мучнистая роса, у кого была пятнистость, я думаю, у многих. Мы можем применить такие препараты. Вот. Это препараты, которые содержат триазолы. То есть, лечат по листу. Такие, как топаз. По жаре он работает. Прогноз. Скор. Дискор. Это системный препарат. Чистоцвет. Раёк. Ревус. Ну, у них, видите, действующее вещество у всех. Ну, не у всех, а у большинства одно и то же. То есть, у кого что в магазинах встречается. Ну, медь содержащими, я говорила, что, да, первая моя обработка была медью. Медь содержащие по листу и по почве. Это бордовская жидкость, хом, оксихом, хилат меди. Кстати, в Абигапик тоже это, Абигапик это тоже хилат меди. И работает по прохладной погоде. Вот. В общем-то, по-моему, я всё уже сказала вам. А вот ещё запомнила, ой, верните, забыла упомянуть вам препарат Медея. Уже и занозовно, и ещё какие-то девочки говорили за этот препарат. Очень хороший, действительно, тоже от мучнистой росы, и от ржавчины, и от пятнистости. Так что тоже можно применять. Сейчас немножечко ещё пройдусь, пока светло. Может, ещё что вам успею сказать. А вот, знаете, ещё за что хотела сказать. Мой балаганчик ещё не накрыт. Мы обычно укрытым делаем. Череночник мой жив-здоров, всё нормально. Акулянтики растут. Вот видите, некоторые розочки, они уже на розочки почти похожи. Ну, так вот, у многих тоже был клещ паутинный. Хочу немножко пробежаться ещё по этим препаратикам. Какие можно взять от клеща. Какие-то работают от взрослой особи, какие-то по яйцам. Ну, а некоторые препараты мы хотим, чтобы и так, и так работали. Вот есть препарат неорон. Если вы где-то неорон увидите, он хорошо работает и по яйцам клеща, и по взрослой особи. Вот, кстати, пасочка. Все деревья успели побелить. Смотрите, как вишня цветёт. Красота. Вот сейчас зайду так по дереву. У меня, кстати, на ежевике, на некоторых побегах, вон она ежевичка, ржавчина была. Вот тоже буду обрабатывать. Как буду обрабатывать, препарат вам этот покажу. Так вот, по клещам. Есть препарат, препарат Амайт. Вот. Он оказывает сплошное действие. Фумигационное, скажем. Потом по клещу ещё что. Санмайт. Таурус есть такой препарат. Вот это я вам говорю о препаратах по клещу с разным действующим веществом. Вот Санмайт, искореняющее свойство имеет. Он малотоксичен. Им, правда, нужно пользоваться не более одного раза в год. Флумайт. Есть тоже такой препарат. Сплошное действие. И тоже малотоксичен. Заниарон я вам говорила. Это тоже сплошное действие. То есть сплошное действие и по яйцам, и по взрослой особи. Аполло. Он против паутиного клеща тоже. Он не токсичен. Уничтожает яйца, личинки. Не действует на взрослых особей. Запомните. На взрослых не действует, но стерилизует их. И причем длительный период защиты у него. Есть у меня еще в моих записях препараты по клещу. Я не буду их уже озвучивать, потому что это более дорогие препараты. Такие, знаете, под 2 тысячи, 7 тысяч. Они, конечно, видите, побелили ежевику. Видно? Их используют уже профессионалы. И мало эти препараты, кто на разлив продает. Поэтому амайт, санмайт, толстар, неарон. Вот. Можно пользоваться. Кстати, чеснок. Поливала-поливала. Надо еще азотика дать. Листик желтеет. Кончик листика у чеснока желтеет. Значит, нехватка азота. Если покраснение небольшое на кончике листика, значит, это нехватка фосфора. Кстати, персик мой зацвел. Слава Богу, после морозов. Миндаль уже отцвел. Вот. Деревья побелены. Правда, красота. Вон щавель у нас растет. Видите? Вот. Ну, в общем, вот такие дела. Вроде бы, как я вам все уже рассказала. Наболтала тут с три короба. Кто-то, может быть, сделал записи. Кто-то нет. Это так, знаете, чтобы вы меня не потеряли. Честно говоря, вот когда начинаешь ролик уже снимать, пытаешься что-то сказать, и такая каша в голове, потому что хочется все сказать, и ничего не можешь вспомнить. Вот. Так что сейчас пройду туда дальше. У нас, видите, бардак какой. Сарай там разобранный. Так никак мы баньку и не пристроим, и сарай мне никак новый не построим. Еще раз покажу свои красотульки. Мои штамбики. Вот такие. Вот видите, одна почка привита. О, сейчас покажу. Подождите, обойду уже. Что-то резкости никак нет. Вот одна почечка. А сколько побегов дала, да? Здорово. На каждой, у меня на каждом побеге разный сорт розы. Я говорила, мне прям не терпится уже посмотреть, что что-то вырастет у меня такое. А вот, смотрите, мои лилейники перезимовали. Видите, какие. Ну, пока еще вроде как листики зелененькие. А потом, как задождит, задождит, а лилейник так не любит дождь. О, розульки. Лилейнички. Сейчас поближе покажу хосточки свои. Ну, тут хосточек как бы немного. Гехеры. Гехеры в основном. Ну, посмотрите, какие краски. Правда, да? Здорово. Жаль, у меня мало места, конечно, рассадить это все по более цивильному, по культурному. Вот. Скоро ирододендроны зацветут. Ну, не так, чтобы прям скоро-скоро, но зацветут. Вот такая красотулька. Такие яркие краски. Вообще, мне так нравится. Жаль, да, жаль, мало места, чтобы найти такое тенистое местечко для них. Так, еще раз покажу свою английскую решетку. Вот она на видео кажется такой маленькой, а на самом деле она большая у меня. У меня спрашивали, что-то вы говорите, рамблер, рамблер, ну, скажите, хоть как называются там сорта. Говорила я. Утигорд Фоллс, Утигорд Фоллс, Меннингтон Мув Рамблер, Таузен Шон. Так, еще какой-то вылетело из головы. Вот розочка Плизантри у меня девушка спрашивала. Как называется рамблер многоцветный? Это не рамблер, роза Плизантри. Вот она. Она у меня получается. Ей в этом году годик как будет. Вот, видите, вот это все. Это роза Плизантри. Мне тоже нравятся цветочки. Милые, красивые, разноцветные, правда. Я думаю, она среди рамблеров тут неплохо будет смотреться. Вот не вспомню, как же у меня третий-то сорт называется. Вот в этом году, видите, вся решетка. Кстати, вот этот, я почему за клещей говорила, паутинах, у меня в том году уже, знаете, когда, ну, осень-осень, казалось бы, ну, все уже, все, все закончилось. А вот на моих рамблерах вот здесь вот паутины клещ стал властвовать. Поэтому я вот сейчас особый акцент делаю на этих клещей. Я думала уже все. А когда листик стал, ну, как бы жухлым таким, я поняла, что это не осень у меня, а клещ напал. Ну, хотя у нас-то вегетация долгая. Здесь, кстати, я убрала розочку. Сейчас покажу. Вот здесь у меня, вот здесь, вот, вот здесь у меня на углу росла маленькая еще была роза. Слушайте, вообще с головы повылетало все названия. Как ее, как ее, как ее? Флорентина. Флорентина была. И я ее убрала, потому что я вырастила с черенка. На собственных корнях у меня розочка Флорентина появилась. И я ее новенькую посадила вот сюда. Вот у меня получается вот этот вот, вот эта вот розочка, вот это вот все, вот это. Это мой череночек прошлого лета. Не прошлого, позапрошлого лета. Получается уже, ну, полтора года, да, будет этому череночку моему. Потом на собственных корнях вот посадила Эден Роуз. Вот этот тоже. Убрала отсюда Сальму Эссет, потому что на нашей жаре она все-таки горит. Ну, на видео я снимаю, этого не видно, да, что розочка подпекается. Хотя я пыталась там приблизить, людям рассказать, но все-таки горит она у нас на солнышке, поэтому я ее убрала. Хотя роза ароматная, цвет такой приятный, очень хороший, обильный. Но горит. Причем, ладно, понагорела со всеми остальными, но она рано начинала расцветать и, соответственно, быстрее всех отцветала. Мон Жорден и Мамезон также у меня растет, белая моя роза. И нахинглюд, вот она тоже, она тоже растет. Вот ей тут места уже побольше будет. Она здесь у меня теперь королева, королевная. Вот, здесь у меня остинка, честно, вот не помню, какую остинку я сюда посадила. Надо раскопать, раскопать. Где-то табличка, не табличка, а этикеточка была. Не помню, какую розу остинку посадила. А там у меня навалис, вот этот навалис, возле штамбика навалис. Ну, а это Рутер Капхен, красная шапочка растет. Вот, так уже темнеет. Мои гортензии, мои гортензии, вот они, вот они. Меня спрашивали, какие побеги. Вот они большие уже побеги, большие и 5, и 10 сантиметров. Вот уже, даже видите, еще больше. Вот уже, уже какие молодые. Видите, это все этого года. Машинка моя, кстати, у меня везла сына в лагерь, попала в аварию. Вот этот передок у меня, вот так вот, вот так вот был смят. Я машину, долго было без машины, в ремонт отдавала, красила. Вот, не захотела я менять другую машину. Сейчас так цены на них подскочили, в общем, не накупишься. Ну, ничего, все живы, авария была. Знаете, какая у вас спасение бешеного пешехода. Вот, поэтому пришлось совершить аварию. Так, ну, здесь, видите, уже все темнеет. Сейчас закругляюсь. Не знаю, что вам еще сказать. Вернее, вроде бы, как и есть, что сказать. А с другой стороны, не хочется лишнего болтать. Так что, давайте я, наверное, с вами попрощаюсь. Наверное, расскажу спокойной ночи. Многие уже будут вечером смотреть видео. Вот это вот на камере кажется светло, а на самом деле уже прям потемнело. Вот, японки мои. Вот, кстати, видите, вот здесь у меня была, вот посадила я осенью канату. Посмотрите, от нее полка осталась. Ай, колется. Смотрите, вот она, видите, вот это все. Это ее побег вымерз. И вот здесь была почка. Чем бы раскопать, палочки нету. Была почечка у прививки. Возвратными заморозками. Ну, я ж не укрыла, я ж ее не сберегла. Вот, ну и все, хана. В общем, это просто надо вот так вот взять и выдрать. Видите? А, вот он корешок. Естественно, никаких всасывающих, ни чертулечки нету. Вот, ну, ничего, попадется, достану где-нибудь все это выкинуть. Может быть, она лишняя тут, она, наверное, была. Вот. А так, видите, да, у многих корявые листики вот такие после возвратных заморозков. Но ничего, это все пройдет. Потому что, видите, дефицита нет, поскольку новые листики, они лезут более ровненькими. Вот они идут более ровненькими. Поэтому вряд ли тут дефицит. Это все морозы. Мы не первый год уже это наблюдаем. Ничего не поделаешь. Не хотелось бы, конечно, слепых побегов, но от них тоже никуда не денешься. Какие-то будут слепыми. Вот. Ну, все, друзья. Уже резкость плохо наводится. Все. До новых встреч. Увидимся с вами пренепременно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...